написал константа приветствую валерий меня зовут константин я наблюдатель ваших видео с ютуба понравилась видеозапись трансляции по psy изучению при просмотре этого видео у меня образовался вывод все сказанное уже разработано мною даже родилась шутка либо мы все с одной планеты ну а с другой стороны таких совпадений не бывает одинаковое мышление в любом случае пишу для дополнения во вклад для ваших знаний как сделать снятие стресса скинуть себя подпитки первое нужно выйти из резонанса вампира подписчика агрессора на другой канал типа как перенастройка на радио с переходом на другую волну делается это сменой позы тела можно даже лежа в постели перевернуться второе также сосредоточение внимания на себе себя самого то есть если задуматься то нужно прийти в себя не зря говорят приди в себя вышел из себя а то во время бурной мыслительной деятельности пока канал открыт и происходит подключение приход в себя осуществляется сосредоточением внимания на своем теле и при подаче голоса будь то мычание или просто кашель но лучше пение это как во сне пока спишь то не можешь чувствовать тело и лежишь в нем а в него вернуться не можешь и при этом начинаешь от паники кричать а получается только мучание и при этом после мучания и просыпаешься ну или это так же как пример с чертом у той женщины которая в париже была в себя ее привел собственный голос своим голосом создается собственная частота голос дает понять на какой частоте ты находишься порой низкие частоты выдают кашель а если долго думать о чем-то плохом то при начале разговора голос становится сиплым или еще есть варианты третье если говорить о человеке вампире то к нему не стоит поворачиваться спиной держать надо человека сразу всеми чакрами мышцами торса лицом к нему при этом шататься или делать движение волнами или резкие движения не стоит это будет снижать энергию тела да уж вот такие танцы нюансы 4 сброс осуществляется на примере осьминога или представить осьминога который своими щупальцами со слизью присосался то надо его в буквальном смысле сбросить стряхнуть и отряхнуть от слизи ногу там руку спину очень многие это делают неосознанно жестикулируют на автомате как будто их руками держит и они пытаются освободиться или скидывают с плеч кого-либо одергивают руки меняет позы очень полезная вещь от подключения всякие уколы и непонятные ощущения на коже стряхивать нужно метущим движением ладони после для защиты нужно создать защитное поле на примере мужичка который в прошлом вашего видео защищался от комаров пятый способ это когда тело само просто ни с того ни с сего дергается как будто стряхивает себя пыль такая психозная штука тут же все происходит на автомате главное чтобы позвоночник на месте был и не было никаких защемлений особенно в шейном отделе при хорошем кровотоке мозга все защитные действия будут происходить на автомате при этом мозг понимая что он здоров не будет переходить в режимы повышенной борьбы за жизнь и ослабит свои бурные функции при которых расширяется сознание и вот еще очень полезная вещь пребывание в полусонном состоянии растворенном вампир подключаясь сразу становится сонным и усыпляет свой интерес жаль что в труд такое полусонное состояние не всегда применимо но утром проканает чтобы визуально увидеть как происходит подключение и это можно наблюдать на светильнике тесла кстати так и подключаются все электроволновые приборы плазма очень хорошо показывает каналы в эфире светящиеся это и есть каналы от центра к стеклянной оболочке а вообще должны быть более гуманные методы борьбы с вампиризмом жаль что многие люди выбрали паразитирующий образ жизни и уже так сильно отравлены что все доброе трансформирует в плохое даже при разговоре иванов дмитрий я наблюдаю такую картину что в большинстве фильмов и книг постоянно присутствуют тема противостояния до непростого как вы выразились на износ нам предлагают модель поведения которая максимально выкачает из нас энергию также много фильмов когда кто-то копается в дерьме в смысле исследует голоса у себя в голове спасается от каких-нибудь маньяков подробненько так сходит с ума то есть делает вещи от которых ему становится все хуже и которые персонажа ни к чему не приводят то есть предлагается реальность где люди с большим сопротивлением идут в никуда нам подробно показывают сто тысяч пятьсот способов энергетически затратных действий ведущих непонятно какой цели я очень давно смотрел фильмы где есть светлые позитивные и новые для меня идеи и нет искажений принципов существования духа в сценариях фильмов очень часто присутствует несправедливость какому-нибудь положительному персонажу который все делает правильно но его без причины убивают допустим сюжет фильма кука я смотрел его давно на принцип в том что если есть какой-нибудь свет в человеке или животном сценаристу обязательно нужно что-то с этим персонажем сделать нехорошее потому что это находит живой эмоциональный отклик у зрителей после таких фильмов очень долго ходишь загружены несправедливостью которая происходит с персонажами я почти не знаю истории чтобы свет в людях оказавшийся в такой трудной ситуации проложил им дорогу к счастливой жизни только в сказках которые мне рассказывал дед в моем детстве а ведь наверняка такие истории случались но в средства массовой информации им просто не пробиться у меня а возможно и у других зрителей даже сформировался рефлекс как только показывают сцену где кого-то жалко значит дальше обязательно с этим персонажем случится какая-нибудь хрень в отечественных фильмах это сделают с максимальной жестокостью и цинизмом это как разогнаться под горку с ветерком и со всего маху о бетонную стену поэтому я избегаю отечественных фильмов может я слишком сумбурно выразил свои мысли но в общем то я хотел сказать о том что принципы гармоничного существования с духом в топтаны на метр в землю ведь если человек даже ребенок слышат духа внутри с ним не может произойти ничего плохого дух знает все наперед может изменить реальность и заинтересован в эволюции существа через которого он же творит добро не будет этого противостояния не будет нелепой случайной смерти или каких-нибудь негативных приключений а нас убеждают что это постоянно ломающаяся линия и есть логичный путь существования в нашем мире добавлю от канала валерий в американских фильмах есть такая линия сюжетов смысл фильма буквально сводится к одному слабохарактерный или добрый человек которому отвратительно любое причинение вреда доводится до состояния когда он убивает преследователя десятки или даже сотни фильмов посвящены этому а также праведные мести и всему такому подобному и только после совершения убийством тарам фильм заканчивается все человек посвящен эволюционный вектор сброшен или вообще развернут на демонический и получается общий смысл всего социума обрезать и развернуть вектор развития и всему этому есть объяснение то что произошло несколько сотен лет назад после поражения предыдущей цивилизации другой демонической или как вариант тогда произошло другое событие инфернальный мир перехватил управление на земле и развернул вектор развития цивилизации на демонический ильюха здравствуйте валерий ознакомился с темой гидры очень удивился сейчас объясню почему есть такая штука саентология вы наверняка слышали американская религия придуманная писателем фантастом там не все так просто история ее возникновения крайне мутная превращение в секту тоже но не в этом суть я про гидру в саентологии человек видится как составная сущность во-первых есть так называемый титан дух ведической терминологии атман у него есть разум что-то типа счетной машинки сервомеханизм для деятельности в материальной вселенной разум на высшем уровне управляется постулатами мысли заключениями которые имеют очень сильную мощь но в течение времени могут забываться человеком как и прошлой жизни в ходе которых были созданы эти постулаты но не теряет силу влияния также есть банк это вся бессознательная совокупность умственных масс и инграм которые влияют на человека ниже уровня его сознания держится это все на постулатах забытых целях и так далее это отдельная тема для саморазвития есть тело она материально и в основе своей является просто плотной визуализации и тут я подхожу к теме гидры хаббард утверждал что в теле есть важный аспект это так называемая генетическая сущность некое управляющие телом существо которое имеет свои интересы свои цели и в целом она не очень довольно что дух имеет власть над телом у генетической сущности просто другие цели она также бессмертно и после смерти переселяется также как и дух кстати это много проясняет что он не боится смерти его центром хаббард назвал солнечное сплетение больше никакой особой информации от него на этот счет не было но последователи хаббарда не те что в церкви саентология а вольные экспериментаторы в том числе из россии довольно плотно проработали эту тему и придумали некие техники по манипуляциям с генетической сущностью для ознакомления могу посоветовать книгу элкина кукловоды с небес думаю покопав тему генетической сущности можно найти множество параллелей с гидрой хотя генетическая сущность не мыслится как враг скорее отчасти она помощник отчасти конкурент с ней можно сотрудничать но она сама не очень-то адекватно сам я не саентолог но саентология вообще очень интересная тема там и демонизм и не демонизм такое ощущение что разные силы использовали хаббарда для разных целей в разное время ну и просто так цру и американские власти не стали бы давать легальный статус хорошей организации с которой они буквально еще недавно боролись не на жизнь а насмерть дмитрий здравствуйте посмотрел ваш ролик вот какая мысль говоря про энергетический вампиризм своих близких свой небольшой опыт примеры жизни мама душевно больной человек думаю что душевно больные люди вернее какая-то их часть и то есть результат порчи с подселением темных пробовал несколько раз делать вот что начинается дома конфликт со стороны мамы одеваю ей на голову шапочку из фольги примерно по времени на часа полтора и угадайте что человек меняется в положительную сторону и вот мысль что если человека некие источники конфликта просто используют в качестве нашего раздражителя провокатора затем идет откачка энергии из членов семьи темный использует человеку у которого может быть слабая защита в качестве раздражителя источника конфликта а в результате все участники становятся донорами вампиры а человек провокатор получает даже не зная об этом порцию энергию а темного в качестве поощрения леля началась эпоха рассвета теперь все наши желания будут исполняться давайте займемся реально полезным делом будем формировать свое будущее как известно коллективное сознание творит чудеса чтобы в реале в яви сотворилась что-то надо сначала нарисовать это в своем воображении в наве как бы сначала сделать набросок а потом обрисовывать деталями набросок мы сделали хотим избавить землю от зла почистить мир от тварей создать единое государство стать хозяевами земли но не в смысле господство а в смысле ухаживать и заботиться о ней по-хозяйски и пора это обрисовывать конкретными деталями каждый для себя должен решить какую роль он будет выполнять в новом мире вообразите себе этот мир в моей визуализации человек живет в гармонии с природой пользуются без топливными технологиями использует беспроводное атмосферное электричество живет в родовых поместьях выращивает овощи фрукты держит хозяйство я например хочу 10 курочек чисто для яичек мясо я не ем обязательно небольшой прудик с рыбками машины ездят на воде используем тару которая разлагается в почве не вредя ей вместо смартфонов используем телепатию получаем информацию из единого поля земли дети не сидят за партой в школах а получают знания в группах общаясь со старшими на природе каждый проявляет и реализует свой талант придумывают новые изобретения на пользу всему человечеству рабочие недели три-четыре дня сельское хозяйство не используют химию а борется с вредителями используя симбиоз растений и насекомых человек не потребляет много пищи потому что организму не надо кормить армию паразитов бактерий вирусов грибов так как тело его уже чисто от них поэтому он и не болеет никакой синтетической одежды человек такой формации нужен новому государству чистой душой и телом те кто живет тусовками шоппингом телезомбированием алкоголем не смогут выжить и просто вымрут если не перестроиться под новый мир и так у кого еще какие идеи liberty 112 заметил что ночью во время сна слизь течет стекает вниз по горлу и порту и сколько не плюй одна слизь мне кажется понял зачем гидра это делает это нужно для того чтобы выделялся желудочный сок избыточно когда не нужно просто поел с утра еда переварилась а слизь осталась и теперь изжога потому что кислота выделяется есть постоянная реакция на что-то в животе поэтому и есть хочется постоянно а со временем мы к этому привыкаем все гениальное просто может ты замечал что у тебя куча слизи стекает во время сна тоже и эта теория окажется верной но и это логично спасибо за твои видео иногда они странные но пусть будет забавно александр марьясов для размышлений есть такое наблюдение когда стал заниматься задержкой дыхания по йоге анулома вилома так я очень ускорился в процессе стал через полтора месяца уже приближаться к 12 секундам которая должна дать отсутствие болезней только организм не успевал перестроиться и начали вылазить хронические болячки и я сорвался вот только во время тренировок я сам стал меньше есть перестал употреблять мясо легкость в теле ну и много всего положительного так вот может правда дело в углекислом газе которого было в процентном соотношении больше до катастрофы они в давлении так я еще недавно узнал что усвоение еды тоже зависит от того как часто мы дышим по норме 12 16 раз в минуту усвоение 20 процентов пищи и боляча куча от частого дыхания насчет лярв вы меня просветили одной мыслью которая не давала покоя я все думал зачем быть осознанным постоянно но энергетика повысится но видеть больше станешь способности проснуться а это все сопутствующие плюшки а главном все молчат если мы не будем пользоваться сознанием то им пользоваться начинают другие существа для арвы и энергетические паразиты и так далее а энергия в человеке это светимость она константа наверное только то что у нас остается после поглощения всеми паразитами уф еле допечатал аж рука не слушается и смысле сбивался сергей профольгированный изолон сделал я палатку из него и спал и эффект в ней порадовал откачка энергии во сне снизилась в несколько раз решил поспать так неделю а потом думаю дай без изолона посплю лег ночью проснулся от слабости и сразу залез спать в палатку и после этого снизу началось дикое шкрябанье аж жутко стало и продолжалось минут десять я смекнул что эти твари лезут во сне исключительно снизу и тогда вместо палатки я подложил лист изолона фольгированного под матрас по всей его длине и эффект был такой же комментарий от канала валерий ну тут не совсем так если допустим изолировать с одной стороны через некоторое время подключаться начинают и в ноги и в руки и в голову и куда угодно там где изолона нет так что в идеале изолироваться надо практически полностью вот я заворачивался в фольгированный изолон как в трубу и когда у них нет возможности воткнуться куда-то там спину еще куда-то они втыкаются прямо в стопы снизу утром встаешь наступаешь на это стопу а там больно внутри вот так вот олег азетах в меня сущность темная пыталась вселиться как-то ночью в позвоночный столб я ее явно ощутил и не принял а наутро в семье начались скандалы вплоть до мордобития и до сих пор скандалы матери с отцом и с бабкой и меня пытаются в этот омут затянуть сопротивляюсь как могу но они кружат то один то второй то третье и я не знаю что делать вроде хочется им помочь да и они не против но когда начинаешь их разъединять становишься для них врагом номер один и опять стресс случается и попытка подселения по ночам причем явно ощущаемое и это происходит уже где-то лет десять что это может быть и как от этого избавиться подскажите кто знает и вот тут отвечает денисов владимир необходимо заявить свою волю в любой форме как в текстах и обнулить все контракты которые тебе вредят если самостоятельно не получится то иди к целителям но не колдуньям вообще лучше к бабам не ходи к мужику иди он с духом работает женщина по-другому лечит изгоняют бесов как я понял именно батюшки тут ничего необычного нет это обычные законы вселенной и квантовая физика просто никто нас этому не учил еще обязательно посмотри сам себе экзорцист сергей долматов и вообще его видео тебе о окружающем мире многое станет понятно дома тоже может быть подключка они обычно по углам прячутся и во всяком хламе если грязно в доме дом надо осветить еще можешь когда один музыку включать благостную типа мантры короче то что гармонизирует пространство и вибрации повышает майя поликарпово про лярф слышала еще в детстве от бабулек на скамейках когда услышала про них сейчас очень удивилась в их существование верю безоговорочно так как вижу их на протяжении всей жизни сергей гармаш я боюсь тех в кого они эти энергетические паразиты проникают я видел во что они вырастают как управляют человеческим телом что происходит с личностью и ладно бы там если бы это был какой-то наркоман а чаще это милиционер генерал директор судья депутат и так далее они рвутся занять самые важные места чтобы то ли открыть портал своим то ли еще зачем-то но такое дикое стремление к власти и садизму это извращение и отклонение от нормы вращения даже не знаю что может быть хуже таких персонажей может ты не в курсе а я точно видел как это и кто они solar queen лет 15 назад страдала гейморитом делали проколы потом стал отекать нос было такое чувство что начинается рак где-то нашла хороший рецепт в чайная ложка настойки прополиса и столовая ложка масла кедра или пихты делаешь турунды и вставляешь в нос лучше на ночь ходила с ними три дня потом что-то начало происходить в носу пошла сморкаться в ванну и из меня вышло три черные дрожжалки похожие на холодец величину из блюдца каждая в палец толщиной вся масса была пронизана черной грибнице это был какой-то ужас с того момента отек носа рак или гейморит что это было ушли и больше не возвращались марс 169 случайно обнаружила один феномен и об этом мое письмо мне 47 лет очками не пользуюсь хотя зрение за последнее время упала перекосило в сторону дальнозоркости с мелким шрифтом по необходимости справляюсь лупой дело в том что один мой родственник снял очки уже в пожилом возрасте делая гимнастику для глаз поэтому закончив ремонт планирую серьезно этим заняться так как я реально была свидетелем что это возможно а теперь к сути то есть вы поняли что я мелкий шрифт уже не вижу а средний могу видеть на расстоянии около 45 сантиметров и вот однажды утром проснувшись только открыв глаза я автоматом потянулась книги открыла и начала читать книга со шрифтом обычного размера была на расстоянии около 10 сантиметров от глаз я все прекрасно видела от неожиданности я потерла глаза и тут же на мои глаза опускается какая-то пленка и этот процесс я наблюдаю всего несколько секунд и опять не могу нормально видеть шрифт но я поняла главное у меня нормальное зрение но что делать что сидит в голове у меня в глазах может быть вы где-то обсуждали подобное и я пропустила буду благодарна за ссылку если нет то что думаете комментарий от канала валерий у меня тоже самое со зрением как вы описали время от времени также наступает прозрение я читаю близко мелкий текст потом как будто что-то сморгну то ли перефокусировку сделаю и потом бац близко опять не видно тут я определенно ничего сказать не могу пока не наступило прозрение о сути явления ну как например про стеохондрос орзе или грибницу в носоглотке что можно легко перепроверить я стараюсь делать гимнастику для глаз и не использовать очки причем стоит и ходить что-то почитать снимаю и в глазах уже муть как близко так и далеко приходится массажировать глаза и восстанавливать фокусировку определенно хрусталики мышцы становятся костными перестают хорошо работать то ли это происходит в результате природного запланированного устаревания организма в целом то ли посредством специально внедренного другого организма который занимается этим ускоренным устареванием жданов в своих лекциях объясняет что нужно делать я стараюсь этому следовать во всяком случае дальнейшего падения зрения пока не происходит а если бы я постоянно носил очки наверное был бы уже слепой как рот я думаю мы теперь и в этом вопросе выходим на тему гидры которая наполняет даже наши мышцы отсюда же это свиноватость в теле и заматеревание она проникает во все органы и захватывает постепенно управление органы чувств и в результате сознания например когда я начинаю в бане терять глаза в одном направлении то есть глаз натурально выходит слизь а слизь это ее продукты жизнедеятельности значит она сосредоточена также и вокруг глаз что есть гидра и существует ли она на самом деле пока вопрос изучение этой темы двигается медленно и опосредованно поскольку наука не для того создана чтобы ее изучать мы же знаем изначально доктор это доктор и врач это в смысле профессиональный лжец изображающий наукообразность больше утешитель поэтому по определению медицина этим заниматься и не должна а должна профессионально изобрать суть явления при этом не потеряв доверие к себе думаю и ну и и